Попрощались с мотоциклом до весны. Байкеры Люберец закрыли мотосезон. В честь событий традиционно устроили праздник в Малаховском парке. На мото-шоу съехались мотоциклисты из разных городов и стран. Подробности в нашем сюжете. Кожаный костюм, шлем и железный конь. Антураж каждого байкера. Анна Климанова приехала на фестиваль из Риги. 850 километров девушка преодолела на мотоцикле. За рулем спортбайка она уже 7 лет. Каждый год я приезжаю на открытие мотосезона и на закрытие мотосезона. Стараюсь очень аккуратно ездить. Даже после тяжелого трудового дня в офисе, когда садишься на мотоцикл и едешь домой, это какое-то счастье. Ты сразу бодра, весела. В Малаховке собрались более 200 любителей прокатиться с ветерком. Это встреча друзей и единомышленников. Организатор фестиваля – спортивно-технический клуб «Свобода двух колес». Этот праздник – это грустный праздник. Почему грустный? Потому что закрытие сезона, а праздник – потому что мы все вместе встретились. Здесь, встречаясь с молодыми ребятами-байкерами, мы, естественно, советуем, рассказываем о том, что не стоит рисковать, потому что ездить нужно не быстро, ездить нужно долго, до старости. Вся компания в сборе. Байкеры стартуют от культурного центра «Союз», чтобы сделать круг почета через Жуковский и Раменский район. Скорость движения небольшая, главное – получить удовольствие от поездки. Финиш мотопробега в Малаховском парке. Здесь организовали большую музыкальную программу. Великолепная! Первый раз, но мне очень понравилось. Мы недалеко живем в Раменском, и нам захотелось бы участвовать в нем. И все отлично, удачно. Главное – погода дала. Осенний мотофестиваль уже стал ежегодной традицией. С каждым годом он принимает все больший размах, собирая не только байкеров, но и всех любителей повеселиться. В следующий раз рев моторов в Малаховке прозвучит на майском открытии сезона. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.